Итак, мы с вами остановились. На мысли, которые мы с вами отметили, что христианская зрелость – это не миг, не мгновение, а целый процесс длиной во всю нашу жизнь. И нам с вами стоит отметить, что в этом процессе очень важно правильно положить начало. Что же является правильным началом в духовной жизни христианина или в духовной жизни человека? Как вы думаете, с чего начинается? Что является началом? Абсолютно любое дело, которое вы делаете, если вы строите дом, то это очень важно – правильно заложить основание, фундамент. Иначе тогда хорошо возведенные стены на плохом фундаменте могут просто прийти к разрушению. Это справедливо и в отношении духовного роста человека. Для того, чтобы духовный рост был правильным, для этого очень важно правильно положить начало. Для того, чтобы любое растение могло расти и правильно развиваться, важно правильно его в правильную почву посадить, создать ему правильную атмосферу или влажность, компоненты другие. Другими словами, очень важно, что из себя будет составлять начало. Итак, в процессе правильного духовного роста, что является правильным началом? Как вы думаете? Я вам помогу. Им является покаяние, но не упрощенное, а библейское. И мы с вами, в следующую часть нашего материала, мы с вами вместе порассуждаем о важности покаяния и о той сути, которую оно в себе несет. Итак, духовный рост христианина, он должен иметь правильное начало. И если вы едете на автомобиле, то правда, это не совсем правильно, если вы начинаете трогаться с автомобилем, если у вас автомобиль так, с переключением передач, если вы трогаетесь с пятой передачи. То есть, есть свое начало. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Есть свое начало. Если вы строите дом, то начало, фундамент, важный аспект. В жизни христианина покаяние – это тоже очень важный аспект. И жизнь христианина должна иметь правильное начало. Вот почему я написал, им является покаяние, но не упрощенное, а библейское. Немножко информации. Более 30 лет тому назад в США начали предлагать кающимся просто поднять руку и повторить молитву за проповедником. Что из себя представляла эта процедура? Это когда проповедовал евангелист или проповедовал пастор, он вдруг, обращаясь к присутствующим в конце, во время молитвы, говорил, если здесь, в этом зале есть грешники, которые желают покаяться, пожалуйста, поднимите руку. Ну, люди поднимали руку. А он после этого говорил, а теперь, пожалуйста, повторите за мной. И предлагал какой-то текст какой-то молитвы. Господи, я верю, прости меня во имя Иисуса, ну и так далее. И ответ, который, вернее, вопрос, который я хотел бы предложить вам в этом отношении. Как вы думаете, правильно ли это? Правильно ли это? Причем здесь, сразу же хочу отметить, здесь предмет нашего рассуждения не на форме, а на сути. Нам нужно понять, что покаяние – это не форма, покаяние – это не процедура, покаяние – это состояние. Покаяние человека перед Богом – это состояние его сердца. И не секрет, для того, чтобы сделать форму, можно придумать процедуру. И, например, сказать, поднимите левую руку, все, кто желают покаяться, и люди поднимут. Но при этом форма может быть соблюдена, но сути можно не достигнуть. Я не знаю, встречали ли вы таких людей или нет, но я встречал. Когда человек в собрании покаялся, когда начинаешь с ним разговаривать, а он, оказывается, рассказывая, говорит, у меня дочь сильно больна, у меня дочь находится в серьезном критическом состоянии, и что? И я пришла к вам в церковь покаяться, может быть, это поможет исцелению моей дочери. И с этим человеком начинаешь говорить и ему объяснять. Пойми, покаяние – это не лотерейный билет, с помощью которого ты у Бога покупаешь исцеление для своего ребенка. Нет, покаяние, оно имеет в себе совсем другую цель. Покаяние – это восстановление твоих отношений с Богом. А уж когда восстановлены отношения, тогда ты можешь нуждаться и в милости для своего сына, мужа, папы, мамы и так далее. Другими словами, иногда люди используют покаяние как лотерейный билет. Они не могут, к примеру, поступить в институт, и они сами приходят к выводу – надо покаяться. И он кается не потому, что видит себя грешником, а потому, что ему в институт надо поступить. И он думает – вот это то, чего ему не хватает. Но эти как студенты для того, чтобы лучше сдать экзамен, к чему только они прибегают. Они все конспекты своих билетов ложат под подушку. И когда они спят, они думают прямо с конспекта, это все вот как-то переместится в голову, и завтра он придет на экзамен полный знаний. Это справедливо не в отношении покаяния. Многие люди покаяние воспринимают как лотерейный билет. Я покаюсь и поступлю, я покаюсь на лайсенс сразу сдам и так далее. Так вот, важно понять, что покаяние – это не какая-то процедура, и это не форма. Покаяние в себе имеет суть. И суть – это состоит в том, что грешник, он признает себя виновным перед Богом и желает совсем другой жизни. И мы с вами сейчас очень обстоятельно поработаем над текстом Священного Писания. Может быть, кто-то из вас этот текст Священного Писания и раньше читал, но мы с вами сегодня сможем его хорошенько обсудить. Второе послание Коринфянам, 7 глава, с 9 по 11 стихи. «Вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание». Текст Священного Писания, 2 Коринфяна, 7 глава, с 9 по 11 стих. Позвольте вам задать вопрос. Если задать вопрос, что произвело у коринфян усердие, извинение, негодование, ревность? Вот этот текст. «Будьте добры, назовите причину, которая в сердцах у коринфян родила усердие, извинение, ревность». Читайте, пожалуйста, этот текст, который перед вами, и постарайтесь из этого текста найти причину. Вот тут написано в Писании «усердие, извинение, желание, ревность». Откуда или по какой причине в сердцах коринфян появились эти интересные качества? Усердие, извинение, желание, ревность. Назовите причину. Из этого текста, будьте добры, точную цитату с этого текста. Вот смотрите, что написано. «Ибо печаль ради Бога производит». Оказывается, печаль ради Бога, она что-то производит. А вы когда-нибудь задумали, что такое печаль ради Бога? Ответ – печаль ради Бога. Печаль ради Бога. Вы когда-нибудь испытывали печаль ради Бога? Оказывается, печаль ради Бога, она в сердце человека рождает правильные чувства, которые его приводят к правильным поступкам и правильным делам. Что такое печаль ради Бога? Я хочу предложить вам формулировку, а потом мы об этом очень тщательно поговорим. Это состояние, когда сердце человека наполнено глубоким сожалением, печалью о греховных делах и поступках, огорчивших Господа, побуждающие Его на публичное покаяние перед Творцом со слезами и соответствующими словами. Я хочу это с вами обсудить как можно лучшим образом. Вот почему текст Священного Писания, который мы с вами смотрим. Смотрите, что здесь написано. «Ибо вы опечалились к покаянию». Скажите, может ли человек без печали в сердце иметь истинное покаяние? Может? Я вам простой пример приведу. Что такое печаль ради Бога? Это сожаление. Я сожалею. Вот печаль ради Бога – это я сожалею. Я думаю, что зря я это сделал. Вот это печаль ради Бога. Вот представьте себе картину, когда муж, уходя на работу, нагрубил своей жене, нагрубил ей, ушел на работу, а потом вернулся с работы и не имея печали в своем сердце от того, что он сделал своей жене, не имеет. Другими словами, он сожаления не испытывает. Он думает, что я правильно сделал, я в доме господин, а господина должны слушаться. Я хочу вас спросить, без печали в сердце, без чувства сожаления, как вы думаете, как он будет просить прощения у своей жены? Будет просить прощения так же, как здоровается. Он только придет домой и скажет, что ты такая грустная, что? Ой, утром уже обиделась от того, что я тебе сказал, ну ладно, прости меня. Так же? И знаете, к чему я это говорю? Если ты сделал какой-то поступок, и ты, сделав этот поступок, вдруг в твоем сердце обрел печаль, то есть сожаление, ты жалеешь, что ты на жену повысил голос, то если это чувство сожаления в твоем сердце есть, то это будет причиной, как ты будешь каяться. Если этого чувства сожаления нет, то тогда покаяние будет таким же, как приветствие. Люди здороваются, да, привет, так же и каются, прости. Он нахамил, нагрубил, а кается точно так же, как приветствуется. Если же у человека есть в сердце сожаление, печаль, как он это будет делать? Он еще, наверное, еще по пути домой, наверное, заедет там, где продаются цветы, купит букет цветов, подумает, какие же конфеты любит моя жена. Купит конфеты, переступит порог дома, и то, с чего он начнет. Дорогая, я искренне от всего своего сердца прошу тебя, прости. Я грубиян, я хам, я шумный, я буйный, но я каюсь. От отсутствия или наличия сожаления напрямую зависит, что из себя представляет покаяние. Вот почему Павел здесь говорит, что вы опечалились к покаянию. Невозможно покаяться, если ты не имеешь печали о том, как ты жил. Что такое печаль ради Бога? Печаль ради Бога, когда ты внутри, в своем сердце сожалеешь, что ты жил греховно. А теперь ты чувствуешь, что ты этим Бога обижал, что ты этим Творца своего обидел. И если это чувство печали в тебе есть, то тогда ты ищешь того, чтобы перед Господом не в процедуре поучаствовать, а перед Господом сердце открыть и сказать, прости меня, Боже, я сделал то, делал это и так далее, и так далее. Вот эта печаль ради Бога, чувство сожаления, она помогает покаянию найти суть, а не только форму. Давайте признаемся откровенно, как много людей вышли на покаяние, но как не у многих поменяла жизнь. Почему? Я вам объясню. Потому что люди приняли участие в процедуре, но только не достигли сути. Потому что истинное покаяние, это когда ты жалеешь или сожалеешь о том, что ты в своей жизни делал греховного. Ты просто чувствуешь, что ты этим Бога обижал. Что ты этим Создателя своего огорчал. И когда это чувство в тебе есть, тогда у тебя покаяние будет со словами на устах, которыми не надо повторять за пастором. Ты встанешь на колени и скажешь, Боже, прости. И начнешь говорить, прости, прости, прости. И не надо ждать шпаргалки из уст пастора. Ты просто понимаешь, кто ты, где ты находишься, и чего от тебя ожидает Бог. Что такое печаль ради Бога? Это состояние, когда сердце человека наполнено глубоким сожалением, печалью. Вот если этого сожаления и печали нет, то тогда и покаяния нет. Это то же самое, как в отношении нас. Вы, братья и сестры, вы знаете, нам надо учиться, как каяться друг у друга. Мы иногда с вами можем друг другу сделать какой-то поступок не очень правильный, но только мы с вами каяться не умеем. Мы с вами каемся без печали в сердце. То есть я не огорчен я тем, что я тебя словом обидел. Не огорчен. А вот если ты этого огорчения внутри не имеешь, то есть ты не сожалеешь о том, что ты так сказал, то тогда у тебя и покаяния истинного не будет. А если ты сожалеешь, что ты своего ближнего своим словом обидел, то тогда и наличие этого сожаления, оно родит у тебя правильные чувства и правильные слова. Ты придешь к покаянию к своему ближнему и скажешь, прости меня, я вчера был грубияном, хамом и так далее. И такое покаяние, оно человеку дает суть прощения в грехе, которое он сделал. А мне секрет, я как пастор не раз принимал участие, когда мы примеряем людей, люди потеряли отношения. И мы с членами церкви начинаем работать. И наступает такой момент, когда людям говорят, ну попросите друг у друга прощения. И смотришь, один плачет и говорит, прости меня. Я не мог на тебя так сказать, но я сказал, прости меня, я каюсь. Смотришь, один так просит прощения, а второй, я тебя прощаю. А мы ему говорим, слушай, но ты в его адрес тоже говорил слова, ты должен покаяться. Должен? Ну ладно, прости меня. И я тоже. такую иллюстрацию, которая нам с вами кое-что ясно прояснит. Важно не упрощать покаяние. Что я подразумеваю под упрощением покаяния? Это когда мы с вами говорим, вот послушайте, пожалуйста, когда мы с вами говорим, кто хочет покаяться, подними руку. А тем более, знаете, еще когда так говорят, пожалуйста, братья и сестры, закройте все глаза, и пусть никто не видит, кто сейчас поднимает руку. А ты, если ты поднял свою руку, не поднимай ее сильно, высоко, ее видит Господь. Ты такой, здорово, что никто не видит. Вы знаете, эта суть в чем состоит? Что есть призыв к покаянию, но только кающемуся не помогают это сделать, как должно. А по сути своей надо говорить так. Если ты нашел себе грешником человек, тогда беги со своего места и не стыдись себя назвать грешником. Другими словами, если ты испытываешь печаль в своем сердце, и ты понимаешь, моя жизнь Бога огорчила, то теперь ты, по сути, свое дело говоришь так, что обо мне сейчас подумают люди, мне все равно. Главное, что сейчас обо мне думает Бог. У человека, у которого мнение Бога на втором месте, то когда он стоит в собрании, он думает, ага, пойду я туда вперед каяться. А что обо мне подумают? Скажут, вот тебе и на. Вот тебе и так, и сяк. Вот и вся суть. Получается, человек принимает решение, при этом подразумевая, что обо мне подумают люди. А если ты имеешь печаль по отношению к Богу, и ты понимаешь, твоя жизнь греховная Бога огорчала, она Создателя оскорбляла, и вот тебе предоставлена возможность все восстановить на свои места, то ты что скажешь? Ты скажешь, да какая мне разница, что обо мне подумают люди? Главное, что меня примет к себе Господь. Вы помните, когда женщина, которая, о ней написано, что она была блудница, которая пришла в дом Симона Петра, так о нем написано. Это был один из книж, из фарисеев, который принял у себя Иисуса. Вы помните, когда эта женщина начала слезами омывать ноги Иисуса и волосами головы своей отирать? Вы помните, там слова очень интересные, ну не слова, вернее, а мысли очень интересные. Люди посмотрели на нее и сказали, если бы он был пророк, что? То он бы знал, кто эта женщина. Она блудница. Вы знаете, что люди, которые были вокруг, они все были у ней не очень высокого мнения. Но что касается этой женщины, знаете, чем она двигалась или чем она руководствовалась? По сути дела, она говорила, мне все равно, что обо мне скажут люди. И я хочу с Господом восстановить свои отношения. И когда она шла на покаяние, она просто знала, я готова уплатить любую цену, только чтобы Иисус меня принял. Даже люди показывают в меня пальцем, меня это не смущает. Мне нужны не мнения людей, мне надо мнение Господа обо мне. И она смогла склониться, слезами омывать ему ноги, волосами головы своей отирать, потому что она жаждала прощения. А желая или чувствуя себя виновной перед Богом, она могла легко сделать такой поступок, который другие со стороны говорили, ну слушай, как-то некрасиво. А она говорила, меня это сейчас не смущает, мне прощение надо. Так вот, когда мы с вами говорим о покаянии, очень важно его не упрощать. Потому что упрощенное покаяние, оно не дает сути. Вы знаете, это на самом деле интересно, но я слышал, я не проверял эту информацию, но я ее слышал, что по докладам миссионеров, которые из Соединенных Штат, англоязычных миссионеров, которые работают на Украине. Украина покаялась уже дважды. Ну, я объясню. Миссионер приезжает с миссионерской поездки и отчитывается перед теми, кто дал ему деньги. И он говорит, мы провели миссионерскую программу, собрали на стадионе там столько-то людей, столько-то людей покаялась, и подтверждают это видеосъемкой. Они люди смотрят и приблизительно прикидывают, надо же, 15 тысяч человек вышло на покаяние. Приезжает следующий миссионер со своей программой, и они раз в следующую цифру 10 тысяч человек, и они это суммируют. По докладам миссионеров, которые работали на территории Украины, получается, что Украина насчитывает порядка около 48 миллионов проживающих на ее территории граждан. По докладам миссионеров покаялось около 90 миллионов украинцев. Дважды покаялся каждый. И выглядит так, чего ж туда ездить? Там уже дважды все возрожденные свыше. А знаете, в чем суть? Я не говорю, что эти доклады неправильные. Я думаю, суть в другом. Людям предложили покаяние как процедуру, не предложив сутей. Потом человек поучаствовал в процедуре и говорит, здорово, я покаялся. Но она в его жизни ничего не изменила. Покаяние в библейском тексте, оно подразумевает совсем иное. Если ты покаялся, то ты сегодня шел на север, значит, завтра на юг. Это разворот на 180 градусов. Ты вчера жил во тьме, сегодня во свете. Это перемена в жизни. Вот почему важно не упрощать покаяние, ибо без печали в сердце при покаянии нет освобождения от греха. Другими словами, если человек не сожалеет, о том, что он пил или употреблял наркотик, он не сожалеет. Но он просто кается, потому что мама сказала, а может поможет, иди, сынок. Сынок идет, встал на колени, а печали перед Богом за то, что грешил, нету. Другими словами, он это из своего сердца не вынес. Он это держит в сердце, а в процедуре участвует. То такая процедура без печали в сердце, она не даст ему освобождения от греха. Важно не упрощать покаяние. Необходимо помочь кающемуся прийти к библейскому покаянию и достигнуть сути освобождения от греха, а не только формы, что он поучаствовал в какой-то процедуре. Вот почему нам нужно с вами ясно понять, что покаяние это должно быть таким краеугольным камнем, это должно быть основанием, с которого начинается духовный рост христианина. И это основание должно быть правильным. Что это за правильное основание? Это покаяние. Каким же оно должно быть? Оно должно быть с печалью в сердце. Другими словами, если ты искренне сожалеешь, что ты пил и употреблял алкоголь, курил сигарету, и ты искренне сожалеешь перед Богом, что ты употреблял наркотик, и ты осознаешь, что это Господа огорчало, и с таким сердцем встал ты на колени, то тогда это истинное покаяние, оно в твоем сердце дает тебе право на полное освобождение от греха. Ты стал с зависимостью, встал с колен свободным. И сам себе говоришь, к сигарете не тянет, к смертному не влечет, потому что тебя освободил Господь. Потому что важно в покаянии не форма, а суть. Необходимо помочь кающемуся прийти к библейскому покаянию и достигнуть сути освобождения от греха, а не только формы. Печаль ради Бога. В Соединенных, извиняюсь, в Германии есть такое общество. Оно называется обществом анонимных алкоголиков. Конечно, в контексте нашего рассуждения поначалу тяжело понять, что тут общего. Я вам смогу прояснить. В этом обществе анонимных алкоголиков есть одно интересное правило. Для того, чтобы воспользоваться помощью от этого общества на освобождение от алкогольной зависимости, у них есть интересное правило. И это правило состоит в следующем. Это не значит, надо заплатить какие-то деньги и не надо заполнять какую-то анкету. А это знаете что? Это надо публично, на заседании этого общества, признать себя алкоголиком. Попросту говоря, когда вы, ну не вы, когда человек пришел в это общество, а у него спрашивают, ты алкоголик? А он отвечает, да не, выпиваю так иногда. Они ему говорят, друг, ты не созрел для помощи от нашего общества. А когда он пришел в такое состояние, что если говорить это словами, церковный кафедр рвется за кафедру, а ему говорят, что ты хочешь сказать? Друзья, помогите, я алкоголик. Они ему говорят, здорово, ты созрел, мы теперь тебе можем помочь. Это справедливо в отношении грешника. Если вы у человека спрашиваете, ты грешник? Он ему говорит, ну так ошибаюсь иногда. Знаете, что Бог такому скажет? Ты не созрел для моего оправдания на основании крови Иисуса Христа. А когда человек пришел к такому состоянию, что он говорит, я грешник, люди дорогие, я грешник, люди дорогие, я не могу, я грешник, и идет к кафедре со слезами, которые текут по его щекам, то с неба, смотрящий на его бок, он говорит, о душа, именно за тебя я и проливал кровь своего сына, чтобы тебе даром дать оправдание. Вот почему покаяние, нужно понять, это не процедура, это суть, которую надо уметь восхитить, во-первых, самому, а во-вторых, помочь прийти другому человеку к этой сути. Давайте я вам предложу одну схемку, на которой хочу вам это показать. Зависимость. Давайте себе представим, что вот эта черта, которая перед вашими глазами, это зависимость. Алкогольная, наркотическая, или сквернословие, что угодно можете сюда писать. Человек имеет какую-то зависимость. Зависимость, это значит, оно в нем проявляется постоянно, человек от этого не может освободиться. А где-то внизу есть свобода. То есть, здесь он находится в зависимости, а здесь он свободен. Теперь, как ему переместиться сверху вниз? И оказывается, во-первых, свобода, которая проповедуется в евангельском слове, она оплачена Христом Иисусом на Голгофе. Другими словами, ничего платить не надо, ни по каким счетам, никаких денег переводить не надо. Чего Бог от тебя ожидает? Он от тебя ожидает покаяния. Но степень свободы зависит от степени самоосуждения. Что такое самоосуждение? Это степень той печали, которую ты испытываешь от того поступка, который ты сделал. Будьте добры, скажите, вам хотя бы понятно, о чем мы говорим? Потому что, ну, простите, языковой барьер вы на английском общаетесь, я на русском. Может быть, мой русский какой-то трудный для вас, не знаю. Ну, все нормально, все понятно. Спасибо большое. Итак, зависимость, свобода. Теперь, степень, степень свободы, степень свободы, она зависит от степени самоосуждения. Другими словами, если человек осуждает себя на 50%, как вы думаете, сколько он получает свободы? Сколько? 50%. Я хочу, чтобы это вы могли понять для того, чтобы помочь, во-первых, самому себе освободиться от своих склонностей, которые вы можете найти в себе. Это не секрет, что каждый из нас, он имеет свои недостатки, с которыми он сражается. Ну, кроме ангелов, которые присутствуют, может быть, и в этом собрании, я не знаю. Но вообще, я думаю, что каждый человек, он в себе имеет какие-то недостатки. И теперь смотрите, недостаток. И ты от этого недостатка хочешь получить полную свободу. Теперь как тебе ее получить? Ну, к примеру, ты обидчивый. Ты смотришь на свою маму и говоришь, у меня мама обидчивая, по-моему, бабушка была обидчивая, и я по наследству награжден наградой, и я склонный обижаться. Ты можешь жить с этой наградой всю жизнь, а можешь занять такую позицию и сказать, я хочу получить освобождение от этой склонности к обиде. Теперь как ты этого можешь получить? Смотри, от степени того, как ты себя осудишь, напрямую зависит та степень свободы, которую ты получишь. Другими словами, если ты встал на колени перед Богом и глубоко и осознанно говоришь, Отец Небесный, я глубоко и искренно осуждаю себя в том, что я обижаюсь, я вижу это в себе, в чувствах, в словах, я вижу, что это влияет на мои поступки, я вижу, что как это мне неприятно, мне это мешает, Боже, я глубоко каюсь, во имя Иисуса я хочу у тебя найти милости, освяти, помилуй, благослови, дай мне твою небесную победу. и человек что делает, он осуждает себя. Если он себя осуждает на 50%, он на 50% получает свободы от той склонности к греху, которая в нем была. Если он осуждает себя на 100%, он получает свободу на 100%. простой пример. Скажите, кто из вас в своей жизни видит такие интересные перемены, что вы покаялись и какие-то целый ряд вопросов с вашей жизни ушли сразу? Вот поднимите, пожалуйста, руку. А, ну повторю еще раз, спасибо. Значит, я расскажу, я с неверующей семьей, я уверовал в 92-м году, у меня ни папа, ни мама не были верующими, я уверовал через своего одноклассника, и я очень сильно увлекался рок-музыкой, очень сильно. Мы вместе с моим другом мы крутили дискотеки, мы крутили дискотеки там в учебных заведениях, в медучилище, у меня была очень большущая фонотека там всех этих там музыкантов того времени, я знал их наизусть, собирал их альбомы и так далее, много очень. И вот я пришел к покаянию, я встал на колени, и я припоминаю, когда я склонился на колени и встал с колен, я помню, что я стал совсем другим человеком, я заметил, слушай, а меня рук музыка не влечет совсем, я пришел домой и так легко, огромнейшее количество на то время бобин взял, унес и расстался с ними раз и навсегда. И я думаю, что многие из нас это в своей жизни видят, после покаяния склонность, к примеру, там, ругаться матными словами, ушла, здорово, Господи, как это великолепно, как будто и не было. И вот то, в чем мы стопроцентно покаялись, в том стопроцентно мы получили свободу. Не секрет, я говорю это и о себе, я продолжаю в своей жизни бороться с недостатками, которые я в себе знаю. Я их стараюсь победить, потому что я для себя я понял в этих вопросах, я где-то немножко сердцем чуть-чуть за это еще держусь. Я умом понимаю плохо, стараюсь в покаянии это еще глубже-глубже принести, и я понимаю, что полная свобода при стопроцентном покаянии. Разговариваю с одним молодым человеком в Германии, который не может освободиться от греха, от греха, он наркотическая зависимость. Он говорит, я верю в Бога, я уже даже покаялся перед Богом, но я не имею свободы, я по-прежнему употребляю наркотик. Я ему предложил эту схему, и я ему говорю, знаешь, мой друг, ты имеешь свободу от наркотика ровно столько, насколько ты в этом грехе покаялся. Если ты покаялся на 25%, то ты на 25% и получил свободу. Вот самый большой труд в реабилитационном центре, если, к примеру, вы в этот труд вовлечены, или вы собираетесь в этом труде принимать участие, самый большой труд в этом труде, это помочь грешнику, нет разницы, он алкоголик, он пьяница, он курит сигареты или колется наркотиком. Самая главная задача помочь ему прийти к покаянию на 100% в этом грехе. Если он на 100% принесет сердце в покаяние, он на 100% получит освобождение. Вы не задумывались, почему одни наркоманы сразу же с первого покаяния становятся полностью свободными, а другие годами ходят и не могут никак обрести свободу. неужели у Иисуса для одних этот подарок сразу, а с другими он как бы играется и говорит, ну еще немножко, а потом получишь. Нет. Знаете, чем это объясняется? Глубиною покаяния. Вот почему, если кто-то из нас желает, во-первых, сам в своей собственной жизни победить свои какие-то склонности, нам нужно понять, как с этими вещами надо бороться. С ними нужно бороться, вот этими духовными методами, а это значит, твоя личная молитвенная жизнь, это должна быть молитвенной жизнью, в которой должно быть уделено время и покаянию, в которой перед Богом ты осознанно говоришь, Боже, я нахожу в себе склонность к многословию или к гневу или к злоречию. И ты перед этим это все выносишь из своего сердца, а потом говоришь, ну я в этом каюсь, отец, освети мою жизнь. Если ты в этом каешься на сто процентов, ты на сто процентов получаешь освобождение. И тогда, если ты когда-то был склонный к тому, чтобы тебя обижали, то вдруг получается интересная история, тебя все обижают, а ты сам себе удивляешься, интересно, а у меня обида и не рождается, потому что тебя освободил Господь. Аллилуйя! Так вот, ценой свободы является степень твоего покаяния. покаяния. То, в чем ты покаялся на сто процентов, ты имеешь стопроцентное освобождение, а то, что немножко ты оставил в своем сердце и сказал, ну это какое-то интересное, ну это любопытно, это интересные ощущения, то вот это удержало. И ровно настолько, насколько ты покаялся, столько ты свободы, а ты в этом недостатке ты в себе и имеешь. Вот чем проявляется, потому покаяние это вопрос очень важный в христианстве, потому что человек, не имеющий истинного покаяния, он будет иметь только форму, но не будет иметь сути. А прощение Божье, или попросту говоря, свобода Христа, это не то, что надо верой принять только, а это то, что приняв верой, можно ощущать, переживать и этим наслаждаться. Ну, я приведу два примера, и мы будем подходить к заключению сегодняшних наших с вами общений. Вы знаете, когда, ну, я еще раз хочу поделиться этой мыслью, я до уверования очень сильно увлекался рук музыкой, я уже вам об этом говорил, когда уверовал, сразу же с ней расстался, сразу же. Когда я стал уже дальше, будучи христианином, расти, укрепляться, утверждаться, в конце 90-х годов я для себя пережил огромнейшее удивление, знаете, когда? Когда начали появляться на сцене современного христианского мира рок-группы христианские. И для меня это было огромное удивление. Я помню, люди, которые приводили доводы, надо весть Евангелия, донести людям на популярном для их языке. Но вопрос состоит в том, что невозможно донести свет во тьму, обликая свет во тьму. Другими словами, если ты хочешь воссиять светом, то он должен оставаться светом. У одного пастора на Украине спросили, как вы думаете, бывает ли христианская рок-музыка? Мне понравилось, как он на это ответил. Он говорил, если есть христианская водка, то значит и есть христианская рок-музыка. христианская водка, то и есть христианская рок-музыка. Одна из групп, я лично сам слышал на видеозаписи их маленький фрагмент, их интервью, и я с этого интервью получил интересный урок. Он рассказывал и убеждал, что рок-музыка христианская это очень нужная вещь, потому что с помощью рок-музыки можно донести до умов и сердец молодежи христианские ценности. Ну и чуть позже в своем интервью он приводит один пример и говорит на одном концерте мы пели песню Асанна. Асанна, Асанна, Асанна в куплете где-то, в припеве вернее, где-то там. И вот он говорит когда закончили мы петь эту песню, я смотрю к сцене подошла девушка и я склонился к ней и спрашиваю что вы хотите? А она говорит если можно будьте добры еще раз исполните эту песню про Оксану. видите ли они с помощью рок-музыки поют Асана а умы слушателей слышат Оксана потому что святые истины они доносятся на святых аккордах а когда это в перемешку то оно воспринимается винегретом какого-то второго сорта. вот почему в этом отношении как для меня человека пришедшего из мира для меня я точно говорю что рок-музыка это чуждое христианство почему? потому что я когда покаялся тягу к рок-музыке я сразу в моем сердце она меня оставила раз и навсегда и для меня когда я смотрю на молодых людей которые с детства верующие выросли в прекрасных семьях и вдруг начинают ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду на гитаре играть я говорю слушай что ты делаешь? ну слушай Игорь на современном языке несем Евангелие я думаю друг мой тебя только очень здорово враг споймал на крючок якобы занимаясь божьим делом а на самом деле занимаясь глупостью нужно понять что истина ее можно донести лишь только истинными путями потому истинное покаяние оно братья и сестры дает освобождение даже ее от рок-музыки слава тебе Господь и последнее что я хотел вам привести в качестве хорошего свидетельства у нас в собрании одна пожилая сестра ну я думаю что это не только свойственно сестре это свойственно каждому человеку мы с вами иногда идем на покаяние с одним и тем же грехом но я думаю что это бывает в жизни каждого из нас и я думаю что если бы ты не мог истинное это черта ее характера которая в ней время от времени проявляется она осознает что эта черта неприятная у христианина быть не должна она у нее проявляется и вот она пришла очередной раз на покаяние открыла свое состояние и за нее начали молиться служитель это один из братьев которые в нашей церкви он когда молился за нее один из служителей когда молился за нее, он видел видение. Закончилась молитва, и он ей говорит, сестра, я видела тебе следующее видение. Ты держишься за пень, а пень к почве закреплен корнями, и ты этот пень тянешь изо всей силы. Так вот уже большинство корней лопнуло, а буквально два или три еще держатся, но еще немножко. И этот корень, и этот пень ты полностью вырвешь. И брат ей очень легко истолковал, сестра, ты уже не первый раз приходишь на покаяние с этим недостатком, ты с ним борешься, ты правильно делаешь. Что ты делаешь? Так это ты ищешь полного, стопроцентного покаяния, стопроцентного самоосуждения в этом грехе. Сестра, дорогая, еще немножко, и этот пень из твоего сердца будет выкорчеван полностью, и его у тебя не будет совсем. Вот почему свобода во Христе, это не что-то мнимое, это реальное, что можно ощутить, пережить, и в этом радостно жить и ликовать. А можно поучаствовать в процедуре, выйти и на покаянии смотреть по сторонам и улыбаться. Я не знаю, видели вы таких кающихся, я видел. Когда на конференции вызывают, кто хочет покаяться, братья и сестры, пожалуйста. У-у-у, лес молодежи. Встали на колени, а смотришь, один другого толкаешь. Каются люди. Такое покаяние только форма, а сути не даст. Вот почему нам, во-первых, нужно каждому понять. Мой друг, пойми, твоя жизнь христианская должна иметь правильное начало с правильного покаяния. То есть, твое покаяние должно быть необрядным, оно должно быть осознанным, искренним. И если оно стопроцентно и с печалью, то есть с чувством сожаления о том, что ты сделал перед Богом, то это даст тебе право получить полную свободу во Христе Иисусе. Последний пример, и после этого мы с вами на этом сегодня закончим. Я когда только уверовал, я вчера этот пример приводил в служении, где мы вчера были. Когда я только уверовал, я пришел на покаяние к нашему служителю и исповедовал всю свою жизнь. Всю, кроме одного, недостатка, который я в своей жизни имел. Ну, или который имел место в моей жизни. А когда настал такой момент, я сам себе уже прошел какой-то отрезок времени, я уже думал, все здорово, у меня, как у христианина, все в порядке. И вот во время обеденного перерыва я пришел домой, когда дома никого не было, и я просто кушал обед. А по радио или по приемнику шла радиопередача на молодежную тему. И когда по радиоприемнику на молодежную тему вдруг диктор сказал слово, которое характеризовало грех, который имел место и в моей жизни. Дома никого не было. А меня такой озноб пробрал с темени головы до подошвы ног. Ой, а я же в этом не свободен. И я долго мучился, идти к служителю или нет, идти на исповедание или нет. Но все-таки набрался мужества и очередной раз пришел на исповедание и открыл свое сердце. И я думал, что если я его открою, то, наверное, у меня сразу же голову снесут, ну и так далее. Враг накручивает человека такими ужасными вещами. Если ты пойдешь на исповедание, то прямо оттуда тебя вынесут. Но это неправда. Враг, он лжец. Он отец лжи. Когда я открыл свое сердце, за меня помолились, а я вышел оттуда. Прошло что-то около трех месяцев. И мы ехали на автомобиле, рабочем автомобиле, на котором мы бригадой переезжали с одного объекта на другой. И во время движения был включен радиоприемник. И шла передача на молодежную тему. И во время радиопередачи вдруг произносится слово, которое характеризует мой грех. И я помню свое ощущение. У меня на глазах навернулись слезы. И я в присутствии неверующих своих членов бригады сам себе говорю, Боже, слава тебе, а я от этого свободен. И я понял, свобода от греха – это вопрос и истина, которую можно пережить, ощущать, ею наслаждаться и в этом благословенном ощущении жизнь свою проводить. Вот почему я говорю о важности покаяния, потому что без правильного покаяния не будет полного освобождения. Не имея полного освобождения, не будет полной радости, не будет ликования, будет форма, но не будет сути. Потому, имея цель к духовному росту, имея желание постигнуть высокие духовные вершины, надо положить правильное основание – это не упрощенное, а истинное библейское покаяние. Это покаяние с печалью в сердце. С печалью – это значит с чувством сожаления, что человек сожалеет, что своими поступками Бога огорчал. И такое покаяние, оно ему дает суть – освобождение и полное прощение, которое он в себе ощущает, чувствует, и с этой сладостью может идти по жизни, смело проповедуя Евангелие малому и большому, двигаясь к духовному росту, которому и призвал его Господь. Благослови нас с вами Бог эту истину знать и ее в своей жизни практиковать. Я говорю это вам и искренне говорю это сам себе. Потому что пока мы на земле, нам есть что в себе делать лучше, чем есть. У нас с вами есть возможности становиться лучше, чем мы есть. Пусть же нас с вами в этом поможет и благословит Господь.